На очередной лекции просветительского проекта «Химия слова» во Дворце культуры Туаза тольяттинцам рассказывали, как в картинах распознавать шедевры. Впервые в интеллектуальном клубе выступала историк искусства, писатель Алина Аксенова. — Шедевр — это правда что-то, что мы, как пишет Софья Богдасарова, искусствовед, это то, что мы узнаем в лицо всегда. И не всякий известный художник автоматически создает только шедевры. У любого художника есть несколько очень, правда, известных картин с очень интересной историей. Но большая часть написанного даже самым крупным мастером — это что-то, что уже для узкого круга существует. И шедевром не называется. Шедевр — это как хит. В каждом сезоне «Химия слова» организаторы приглашают зрителей в интеллектуальный клуб поговорить об искусстве. Тема заявлена очень неожиданно. Я так понимаю, что мы не будем говорить про стили, мы не будем говорить про художников, не будем спорить о том, какой стиль искусства лучше. А мы все-таки узнаем какие-то, может быть, фишки, тайны. Как же все-таки из обычной картины получается шедевр, известный всем. Тема лекции «Как картины становятся шедеврами» очень интересная, емкая и абсолютно бесконечная. Начала разговор с тольяттинцами Алина Аксенова и пообещала, что со зрителями будет рассматривать и обсуждать приключения картин. На примере нескольких известных полотен лектор разъясняла механизм шедеврализации. Чтобы стать шедевром, произведению искусства нужно как следует потрудиться. Картина должна пройти через тернии и много чего претерпеть. Рассказывая об истории самого известного в мире портрета Моны Лизы Леонардо, лектор показала образцовый путь превращения картины в шедевр. Сначала произведения живописи должны признать критики и коллеги-художники. У автора должны появиться подражатели, сюжет и стиль скопировать. Желательно, чтобы картиной владели высокопоставленные коллекционеры, члены королевских семей. Затем произведение должна признать интеллигенция. Картину будут упоминать в литературных произведениях и других источниках. Изображенное на полотне может стать предметом долгих исследований. Картину могут украсть, испортить безумные фанаты, и как следствие о ней узнает широкая публика, а в итоге она превратится в бренд. Получается, что картины шедеврами делаем мы сами, закончила свою лекцию Алина Аксенова. Приключения картин, о которых рассказывала историк искусства, были захватывающими и порой похожи на детективы. Пришла получить свой подарок и послушать лекцию, очень мне понравилось. Лектор замечательно донесла всю информацию. Мы сидели, скажем, заслушавшись. Все это было, на самом деле, логично выстроено, и как-то прямо по полочкам к нам легло в сознание, и осталось очень много еще того, что можно домыслить еще дома. Да, очень много узнал о картинах, например, модели Лизы, которые я не знал факты, и о других многих картинах, которые были сегодня на лекции. Сегодня я выиграл книгу от лектора с его автографом, за что хочу сказать большое спасибо Тольятти Азотову, за их такой вклад в культурную жизнь города, что несмотря на то, что это является заводом химической промышленности, одним из важных в области, он еще и культурную жизнь продвигает в таком замечательном месте. Организаторы приглашают тольятинцев во Дворец культуры Туаза на лекции пятого сезона просветительского проекта «Химия слова».